Приветствую всех любителей шахмат. В эфире рубрика «Учимся у чемпионов» и мы продолжаем знакомиться с творчеством непревзойденного тактика, волшебника 64 клеток, кудесника комбинаций, творчеством 8-го чемпиона мира по шахматам Михаила Таля. Сегодня мы рассмотрим партию, сыгранную на супертурнире в Монреале в 1979 году. Соперником Таля был Роберт Хюбнер, которому принадлежали черные фигуры. Итак, битва началась. Таль начал партию ходом королевской пешки. Хюбнер избирает защиту каракан, которая и по сей день считается одним из самых надежных дебютов за черных. А что еще, собственно, нужно, когда напротив вас сидит неудержимый атакер? Далее соперники поочередно устанавливают пехотинца в центре доски. Белый развивает коня. Происходит стандартный размен на поле е4. И ходом слон f5 Роберт переводит партию в классический вариант. Поскольку конь белых атакован, Михаил Нехемевич играет конь g3, контратакуя вражеского слона. Черные отводят слона на g6, на что белый отвечает маршем фланговой пешки с намерением огорчить слона противника ходом h5, попутно захватывая пространство на королевском фланге. Поэтому Хюбнер делает форточку. Таль, в свою очередь, подтягивает к центру коня, создавая неприятную угрозу конь e5 с давлением на поле g6 и f7. Поэтому черный предусмотрительно прикрывает пункт e5 конем. И здесь Михаил Таль делает ход, введенный в практику 10-м чемпионом мира Борисом Спаским. Его идея заключается в том, что белые фиксируют королевский фланг черных, что может быть благоприятным для них при переходе в окончание. С другой стороны, пешка h5 сильно оторвана от сослуживцев и в какой-то момент может оказаться слабой. Так что ход h5 имеет как свои преимущества, так и недостатки. Тем временем, атакованный слон отступает. И поскольку последний оказывает довольно неприятное давление на позицию белых, рекомендуется этого товарища разменять. Что, собственно, и делает Михаил Таль. Далее черный развивает коня. На продолжение слоны в 4 следует стандартная реакция. Ферзя 5. И теперь в случае хода c3, черный просто открывает диагональ слону. И у белых возникают определенные трудности, так как рокировка в любую из сторон приведет либо к потере пешки a2, либо пешки h5 соответственно. Таким образом, маневр ферзь a5 заставляет покинуть слона белых активное поле f4. В то же время ферзь черных переводится на c7, откуда он контролирует центральное поле e5 и способствует проведению типового подрыва в центре c6, c5 в нужный момент времени. Белый избирает достаточно ядовитый план, введенный в практику геллером. Ответным ходом e6 черный подготавливает развитие слона, ну а белые централизуют коня. Затем следует рокировка и продолжение g3. Как видим, в позиции белых несколько ослаблен пункт d6 и своими последними ходами белые подготовили выпад слона на поле f4 с целью атаки слабого места в позиции неприятеля. Из теории позиционной игры Вильгельма с теннисом мы уже знаем, что атаку необходимо вести именно на самое слабое место. Более подробно с данной теорией вы можете ознакомиться, кликнув по подсказке вверху экрана. В нашей же партии Роберт Хюбнер, понимая, что с полем d6 нужно срочно что-то делать, устраняет одну из атакующих это поле фигур противника. После размена на e4 черные с темпом нападают на ферзя. По мнению Михаила Таля, этим ходом черные отдают в распоряжение противника важное стратегическое поле e5. Поэтому заслуживает внимания продолжение слон d6 с тем, чтобы окружить пункт e5 заботой и теплом. Белые могут немного надвинуться в центре. И как только белая пешка появилась на c4, можно смело проводить плановый контрудар c5 с намерением разменять свою боковую пешку на центральную пешку белых. Дальше может получиться такой вот форсированный вариант. Своим последним ходом король защитил пешку a2 и в этой позиции одна из самых основных идей белых заключается в движении пешки c до поля c6 с намерением разрушить прикрытие черного короля. При этом нужно понимать, что любое из взятий может закончиться для черных плачевно, ввиду смертельной связки по линии c. Таким образом, черным нужно срочно искать какое-то решение для этой проблемы. И это решение находится ходом ферзя f5, черный нападает на короля. После отступления короля нужно сделать очень вкратчивый ход слон c7, избегая вышеупомянутого темпового марш-броска пешки. И вся штука в том, что взятие на a7 ничего особо белым не дает. Черный меняется на d1. Если взять ферзем, тогда следует продолжение ладья d8 и после отступления ферзя черный играет b6 и слон белых попался. Если же взять на d1 ладью, тогда черный отыгрывает пешку на h5 с примерно равными шансами. Слабость пешки h5, о чем мы говорили ранее, ярко проявляется именно в этом варианте. Ну а на ход c5 с идеей c6, разрушая прикрытие черного короля, можно сыграть ферзи 4 и уклониться от размены ферзей у белых нет возможности, ввиду необходимости защиты коня. Ну а без ферзей вся игра белых, связанная с прорывом c6, становится бессмысленной. Впрочем, мы довольно сильно отклонились от настоящей партии и этот вариант был приведен лишь для того, чтобы показать верный способ игры за черных в данном построении. Так как то, что дальше делал в партии Хюбнер, мягко говоря, нельзя рекомендовать поклонникам защиты каракан. После хода коня в 6 в партии, атакованный ферзь отступает на e2 и черные проводят стандартный подрыв центра. Правда, делают они это в самый неподходящий момент. Проблема хода c5 в этой позиции заключается в том, что белые могут применить прием под названием лифт. Суть его заключается в том, что королевская ладья словно на лифте поднимается вверх, чтобы занять рабочую четвертую горизонталь и попасть в конечном счете на убойное поле c4, используя открытое положение черного короля и вражеского ферзя. Сразу отметим, что сильнее здесь было сыграть слон d6 с переходом к выше приведенному варианту. Ну а на c5 таль, учитывая все вышесказанное, расчищает для ладьи линию c. Черные отыгрывают пешку слоном, соединяя между собой ладьи и тем самым заканчивая дебют. И теперь, казалось бы, у черных все хорошо, они полностью развились. Но белая ладья мчится на всех парах полю c4, чтобы спросить документики у товарища слона, а если повезет, то и ферзя черных. От такого сильного и неожиданного удара черный король зашатался, хаотично перебирая ножками. Осознав всю глубину замысла своего противника, Хюбнер поспешно убирает короля с линии c, где вот-вот начнет бушевать белая ладья. Но совершенно не учитывая ужасы диагональной связки, которой может принести с собой вражеский слон. Гораздо сильнее было сыграть ферзь b6, убирая ферзя с линии c. Хотя и здесь после планового ладья c4 угрожает ход b4 с выигрышем фигуры. Так что короля приходится убрать. Ну и ходом конь e5 белый получает серьезный перевес, правда до победы еще далеко. После же хода король b8 в партии Михаил Таль наносит еще один кинжальный удар. Чтобы не потерять ферзя, приходится играть слон d6. Белый временно жертвует качество, сохраняя при этом смертельную связку по диагонали. И здесь Михаил Нехемьевич пошел конь e5. И вот что он пишет по поводу этого хода в комментариях к данной партии. Относительно новая комбинация. Белый на время закрывает ключевую диагональ с решающим эффектом, вводя в бой коня. Хюбнер задумался только сейчас, но было уже поздно. Не видно удовлетворительной защиты от угроз кони f7 и конь c4. Тем временем черный король продолжил бегство к углу ринга. Белый увеличивает количество нападений на ладью. Если теперь сыграть e5 с идеей замутить воду по линии e, то после взятия на поле e5 и ладья e6 белый забирает ферзя. Черный отыгрывает ферзя, оставаясь якобы с лишним качеством. Но еще одна фантастическая комбинация смывает улыбку с лица черного короля. Вот так красиво могла бы завершиться партия, если бы Хюбнер сыграл e5. Но он, к сожалению, для нас сделал ход конь e8, защищая ладью. Понимая, что черная ладья никуда не денется ввиду связки, Таль организует давление на слабую пешку g7. Таким образом проявляется одно из достоинств вода h5, о чем мы говорили в начале партии. Попытка защитить эту пешку не приносит успеха. После перебоев на поле d6 связка сохраняется, и белые создают еще одно дополнительное нападение на вражескую фигуру, вынуждая черную ладью подключиться к обороне более ценных ресурсов. Ну и здесь, как вы понимаете, королевский фланг черных просто разваливается. Так что Хюбнер не защищает пешку, а поскорее уводит ферзя в сторону, освобождаясь от связки. Теперь белые вынуждены брать на d6, отыгрывая качество, но забирая в качестве бонуса за проведенную комбинацию пешку g7. После продолжения конь f5 атакованная ладья отступает. Своим ответным ходом Хюбнер захватывает открытую линию. Таль играет слон e5 и в комментариях к партии пишет. Четкий план, белые намерены надежно укрепить бастионы вокруг своего короля, а затем всерьез заняться пешкой h6. Очевидно, что любое окончание легко выиграно для них. Дальше Хюбнер сыграл f6. Атакованный слон отступает на c3. Черный играет e5. Белые делают форточку. Черный также делает форточку. Таль переводит короля на b2, защищая слона. И на продолжение ферзь e6 предлагает размен ферзей. Меняться, как мы уже выяснили, черным невыгодно, поэтому Хюбнер уклоняется от размена, атакуя попутно вражескую пешку. Белые перекрывают линию действия черного ферзя, создавая помимо этого давление на пешке f6 в лагере черных. Дальше Хюбнер нападает на ферзя с намерением атаки по линии c, в частности, на поля c3 и c2. Таль вновь предлагает размен ферзей, при этом не опасаясь порчи пешечной структуры, так как после неминуемого g4 черный теряет либо пешку a6, либо пешку f6. Поэтому Роберт вновь избегает размена. Дальше белые напали на коня, который защищает слабую пешку. Конь отступает на d6 с контрнападением. Белые уводят ферзя из-под боя, связывая по пути коня. Теперь любое перемещение скакуна приведет к выгодному для белых размену ферзей. Поэтому черный освобождается от связки, усиливая нажим на пункты c3 и c2. Таль переводит слона на b4. Конь под боем, приходится отступать. И теперь белые могут спокойно забрать пешку. Попытка напасть на поле c2 не приносит успеха, ибо белые могут провести еще одну красивую комбинацию, а именно пожертвовать ладью на a6. Дальше, если закрыться ферзем, тогда ферзе 8. Белый отыгрывает ладью и получает кучу лишних пешек. Ну а при отступлении короля черный теряет ферзя. Так что в партии черные пошли a5. Белые уводят атакованного слона, нападая при этом на пешку e5 и ферзя противника. Чтобы не потерять пешку на e5, черные вынуждены менять легкие фигуры. Ну и после ходов e4 и ферзе 2 мы видим, что пешка на a6 безнадежно слаба. Пешка на e4 также не является украшением позиции. В то же время убил их два лишних пехотинца и, осознав всю безнадежность дальнейшего сопротивления, Роберт Хюбнер признал себя побежденным в этой партии. Итак, сегодня на примере партии Михаила Таля мы познакомились с типичной для защиты каракан комбинацией, которая получается в случае раннего подрыва c5. Для тех, кто играет данное построение за черных, можно взять себе за правило, что подрыв c5 можно проводить только в тех случаях, когда белая пешка уже занимает поле c4. В противном случае проблемы по линии c могут оказаться, как в данной партии, неразрешимыми. Что же это была рубрика «Учимся у чемпионов». Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на обновление канала, жмите колокольчик, ставьте лайки и до скорых встреч в новых видео.